Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 апреля. Память преподобного Отца нашего Ефимия Суздальского. Преподобный Ефимий родился от благочестивых родителей, Местом его рождения и воспитания был Нижний Новгород. Когда он пришел в возраст, то родители отдали его в научение божественных писаний. И блаженный отрок вместе со сверстниками своими изучал их с большим прилежанием, причем совершенно чуждался детских игр. Имея склонность к молчанию и повинуясь во всем своим родителям, он часто посещал храмы Божии, где любил стоять, уединившись в темное место, чтобы никто не мог развлекать его беседами о тленных предметах мира сего, и чтобы ему можно было с полным вниманием слушать пение и чтение церковное. Однажды он пришел во святой храм и услышал в Евангелии слова, «Если кто хочет идти за мною, дать вержица себя и возьмет крест свой и следует за мною», и прочее. Услышав эти слова, блаженный Ефимий решил отречься от благ мира сего и ушел в находившийся вблизи Нижнего Новгорода Печерский монастырь Вознесения Господня, где от настоятеля этого монастыря по имени Дионисия и принял иноческое пострижение. Поступив в монастырь, Ефимий стал предаваться великим подвигам. При постоянном пении псалмов Давида день он обычно проводил в трудах, усердно исполняя различные монастырские работы, а ночью удалялся в пещеру и там со слезами возносил Богу всеночные моления. Эти подвиги блаженный инок совершал, повинуясь во всем наставнику своему преподобному Дионисию. В дальнейшей жизни своей он дошел до такой степени подвижничества, что иногда всю ночь проводил без сна в молитве, и подвергал себя такому подвигу часто. При этом он был настолько воздержан в пище, что употреблял ее в таком количестве, какое необходимо было для того, чтобы не изнемочь от голода, и не пил ничего другого, кроме воды, да и то только тогда, когда чувствовал сильную жажду. После этого наставником его ему уже было назначено послушание служить при пекарне. Здесь он еще более увеличил свои подвиги, так как постоянно носил воды и рубил дрова. Вскоре ему велено было служить в самой пекарне. Работая здесь, преподобный всегда приводил себе на память вечные мучения от неугасимого огня и издительного червя. Часто, смотря на огонь, он говорил самому себе, «Терпи, Фимий, чтобы через этот огонь ты мог избежать огня вечного». Видя такие подвиги и терпения преподобного Ефимия, все смотрели на него не как на человека, а как на живущего среди них ангела Божия. В то время Суздальским и Нижегородским княжеством владел великий князь Борис Константинович. Он обратился к настоятелю пещерской обители, преподобному Дионисию, с просьбой прислать к нему Суздаль Блаженного Ефимия, строителя монастыря, который он задумал устроить. Блаженный Дионисий с радостью дал обещание великому князю исполнить его просьбу. И спустя немного времени преподобный Ефимий, приняв на пустяную молитву и благословение от наставника своего, отправился в путь. Когда он пришел к городу Гороховцу, то близ него на расстоянии около восьми верст построил церковь во имя святого отца Василия, архиепископа Кесарика Падокийской, и устроил при ней общежительную пустынь. После всего пришел в Суздаль к великому князю Борису Константиновичу. Князь весьма обрадовался прибытию преподобного, и, проведавшись с ним некоторое время в беседе, отправился вместе с ним к епископу Суздальскому Иоанну. Прибыв к епископу, великий князь открыл ему свое намерение, рассказал по порядку о жизни блаженного Дионисия, о том, как Господь удостоил его дара пророчества, и о том, как он благословил его устроить обитель. Рассказал также и о преподобном Есимии. После этого князь стал просить епископа идти с ним, чтобы отыскать место для устройства обители. И епископ отправился с великим князем, а вместе с ними пошел и преподобный Есимий. Вскоре они нашли место вблизи города, на горе, у реки, называемой Каменицей, на берегу которой был расположен и город Суздаль. И это место им понравилось. Тогда они сотворили молитву, воздав Богу благодарение. После этого на это место собралось множество народа, правителей всех княжеских владений, бояре, князья и сановники его двора, духовенство, монашествующие братья, а также мужи и жены разного возраста. В присутствии такого многолюдного собрания епископ Иоанн благословил и осветил место для обители и после особой молитвы водрузил крест на том месте, где надлежало быть престолу первого храма. Тогда князь повелел приготовлять камни и все необходимое для построения храма. И когда повеление князя было исполнено, он сам первый, взяв заступ, стал своими руками копать ров, и его примеру последовали правители страны и бояре. После всего была совершена служба на основании храма, и храм был заложен в честь преображения Господа нашего Иисуса Христа, а затем стали воздвигать, возводить стены здания. Преподобный Ефимий спросил у епископа благословения, взял топор и собственноручно обтесал у северной двери алтаря вблизи святого жертвенника три камня и устроил себе гроб, где впоследствии и было положено честное тело его. Храм был окончен постройкой в 1352 году, и в том же году был освящен. Епископ Иоанн возвел блаженного Ефимия в Сан-Архимандрита и вручил его водительству христианское стадо словесных овец христовых, а князь дал ему большое количество золота и серебра для устроения обители. С этого времени преподобный Ефимий со слезами сокрушения стал предаваться великим подвигам. Днем он усердно трудился по устройству обители, а ночью возносил Богу непрестанные усердные молитвы и таким образом устроил монастырь и в нем келии для будущей братья. Кроме уже бывшего храма, он соорудил еще другой храм во имя преподобного отца Иоанна Лестничника и пристроил к нему каменную трапезу, где бы иноки в зимние дни могли собираться для молитвы и принятия пищи. Когда к преподобному собралось в обитель около 300 человек братьев, и они не могли поместиться в трапезе, то он повелел построить новый храм во имя святителя Николая, мирликийского чудотворца, названный Больничным, и при нем соорудить большую деревянную трапезу для того, чтобы в ней собирались те из братьев, которые не могли поместиться с другими в каменной трапезе. После сего им были устроены по мере нужды и другие необходимые для обители постройки. Таким образом, трудами и молитвами преподобного Исимия при содействии благодати Божией и устроена была вполне удовлетворявшая всем монастырским нуждам его обитель. И он начал руководить веренным ему стадом твердо и богоугодно. Он установил правила, чтобы все иноки безропотно пребывали в послушании, в искренней любви друг к другу, целомудрии и нестяжательности, чтобы никто из них не имел ничего своего, но чтобы все у них было общее, а если узнавал, что кто-либо из братьев имеет собственность, на того налагал эту тимию. Он не допускал разговоров между братьями и между собой в церкви, а также всегда требовал от них хранить молчание во время трапезы. После трапезы он велел всем расходиться по своим кельям молча, не вступая при этом ни в какие разговоры друг с другом, и не разрешал посещать чужих келей за исключением какой-либо крайней нужды. Кроме того, он постановил, как общее правило, чтобы никто из иноков отнюдь не имел своих мудрований, но каждый готов был исполнить всякое послушание, а братья со своей стороны во всем повиновались ему, как ангелу Божию. Для духовных бесед преподобный Ефимий совершал путешествие к преподобному Сергию Радоническому чудотворцу в его обитель, так как они были современниками. После таких бесед они с любовью давали друг другу благословение, а потом преподобный Ефимий снова возвращался в свой монастырь. В таких подвигах блаженный Ефимий прожил всю жизнь свою. Он никогда не изменял своему молитвенному правилу, и, соединяя пост с милостыней, принимая странников и давая пищу тем, кто не имел ее, прежним подвигом своим прибавлял новые подвиги. Он был одеждой для ноги и утешением для скорбящих, так как помогал всем бедным, избавлял от бед, впавших в несчастье, исцелял молитвы больных, за должников платил долги, сам их всем прощал и, одним словом, своим избавлял от насилия неправедных судей тех, кого постигали бедствие. Бедность в одежде он так любил, что казался как бы ничего не имущим. Он всегда носил одну только одежду, сшитую из жестких овечьих шкур, и зимою страдал от холода, а летом вследствие тяжести одежды мучился от жара. Так всякими скорбными и узкими путями преподобный Ефимий совершал свое жизненное шествие и стал ощущать телесные немощи только тогда, когда достиг уже глубокой старости. Почувствовав приближение кончины, он созвал к себе всех иноков обители. Когда они увидели, что их игумен очень слаб и что близко время его отшествия ко Господу, то все стали скорбеть о разлуке с ним и говорили, «Отец, ты оставляешь нас сиротами, и когда тебя не будет с нами, то опустеет обитель наша». Но преподобный, утешая их, отвечал им на это, «Не скорбите о разлуке со мною, и знайте, что если я приобрету дерзновение молитвы к Богу, и дело мое будет угодно ему, то обитель наша не только не опустеет, но после кончины моей число иноков в ней еще более умножится, если и вы будете иметь любовь друг к другу». Говорил преподобный многое другое в утешении братьев. После всего, когда уже стало наступать время его отшествия ко Господу, все иноки, приходя к нему со стезами, целовали его и просили у него последнего благословения. И как чадо-любивый отец, преподобный всем дал свое благословение, всех простил, и сам у всех испросил себе прощения. Когда наступил, наконец, час разлучения души его с телом, он причастился к святых тайн, и в первый день месяца апреля предал святую душу своей в руки Господа. После 52-летнего управления обителью преподобный Ефимий скончался 1405 года, около 90 лет от роду. Святое тело его иноки похоронили в вышеупомянутом гробе, который в начале построения первого монастырского храма преподобный устроил себе своими собственными руками. Блаженный Ефимий до сего дня совершает многие чудеса и подает исцеление тем, кто с верою приходит к честному гробу его. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok